Курск Веды говорят, что мы дети нектарного океана, мы родились в океане нектара. Что такое гектарный океан? Океан сознания. И поэтому Веды говорят, что существует ишварам, сарвабутанам, сарвалокимахешварам, сухидам, сарвалокимахешварам, сарвалокимахешварам. Существует так множество разных планов бытия. Удивительная вещь, но Киев это не однообразный город. Здесь есть сообщество программистов, сообщество художников, сообщество алкоголиков, разные сообщества. Поэтому жить в Киеве, это вовсе иногда кошки и мыши, они очень редко пересекаются, только на обед. По сути дела, мы говорим о том, что существует множество разных планов бытия. Веды рассказывают о том, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Прежде чем душа обрела человеческое рождение, мы прошли 8 миллионов 400 тысяч только в форм жизни. Представляете, сколько раз мы уже с вами рождались? Некоторые говорят, а сколько раз я рождался? Только в 8 миллионах 400 тысяч форм жизни ты рождался в бесконечное количество раз. Ты уже был микробом, ну совсем маленьким таким, да? Ты уже был птицей, летал там где-то с выпеченными глазами, то ли там, вверх берега. Ты уже был животным, в конечном итоге ты родился человеком. А чем отличается человек от животного? Кто знает? Размером, да, это. Размером разума. У животных такой маленький, у меня такой большой мозг. Чем? Слухом. Не слышу. Духом. Запахом вы имеете в виду? Дух или запах? Что такое? Что это дух? Что такое дух? А, о, духовность. Человек отличается от животного духовностью. Животное бездуховное. Вот поэтому веды говорят, что животное это те же самые души, но поскольку они попадают в различные формы, такие как невежество или страсть, то они принимают формы биологические, которые не способны, например, животные не пишут такие стихи, быть или не быть. Ну, кроме Винни-Пуха, конечно, Пятачка. Никто особо стихами не задается. Животное это души, они очень похожи на людей на самом деле. У некоторых собак, человеческие вообще лица, человеческие, человеческие. Они смотрят на тебя, но сказать ничего не могут. Ау, дай конфету. И все. Вот, почему это происходит? Потому что они обусловлены нишей материи. А была одна дама, здесь собачка, она пришла и сказала, что дам с собаками не ходит. Сказал, что такая красивая собачка, что вам жалко, что ли? Но смысл какой? Собака отличается от человека. Почему собак не пускают в храм, ни в православный, ни в индийский? Потому что собака смотрит на все, как мое. Это для меня, это трошка для сэда. Вот так у собаки есть такое выражение. Она не может понять. А в храм, когда ты приходишь, ты говоришь, это для высшего. И вот у собаки нет такого сознания. Поэтому человек отличается от животного сознания. Веды говорят, Тармена хину пашуми саману. Человек отличается от животного тем, что он может осознать дхарму. Что такое дхарма? Это свое предназначение. Очень простая вещь. Например, смотрите. Веды говорят, каждый предмет называется васту. Есть такая наука васту, слышали, да? Ну, то, что называется ведическая архитектура. Но васту на санскрите, это значит предмет. Вот, например, вот этот предмет, этот васту, как называется? Микрофон. А у него есть природа, или висарга на санскрите. Что такое природа микрофона? Что он делает? Служит. Ну, понятно, что он служит. Да, он проводник звука. А у души есть природа? Есть. Божественная. Божественная природа. Но удивляйтесь, а что такое божественная? Божественная, а как света. Веды говорят три вещи. Сад, чит, ананда. Сад, вечность. В этом мире есть что-то вечное? А? Душа. Только душа. А ботинки? Мои душевные ботинки. А материя? А материя не вечно, она трансформируется. А там стоит самостоятельный мир. Законное сохранение энергии, друг мой. Энергия постоянно трансформируется. Но объекты этого мира не обладают вечной природой. Алюминий окисляется, тела умирает. Осень сменяет зима, весна, лето. Поэтому называется временный мир как переходящий. Но вы абсолютно правы. Основа мира заложена где? В сознании. Если вы будете рассматривать материю, то вы поймёте, что это прах. Материя — это прах. Когда тело человека сжигается, пепел. Ну что, кучка пепла. Но если добавить немножко материальных элементов, таких как ага, вода, огонь, эфир, воздух, замешать это всё с умом, чувствами, немножко ложного эго, то получается человек, получаются оболочки. И они работают так. Ум связан с чувствами. Это как сканеры, принтеры, камеры. Ум в ум попадает через чувство информации об объектах чувств. Ум функционирует двумя принципами. санкалпа, векалпа, принятие и движение. Выше ума стоит интеллект, софт, который загрушен. У нас есть общая системная прошивка наша, а есть уже на неё грузится софт. Какая наша общая системная прошивка? Кто знает? Она называется человек. А дальше уже эпы грузятся разные. Там типа украинец, доктор, мужчина, женщина. Понятно, да? Это называется, всё это прошито через такой биос, который называется эго. Ну, или по-нашему эго. Это ещё даже так. У меня такое болезненное эго. Почему болезненное? Потому что это то, что называется ложное эго. То, что отождествляет тебя самим собой, но ты этим не являешься. Ты не являешься ни женщиной, ни Васей, ни Петей, ни Николой, ни русским, ни украинцем, ни кем. Ты душа. Но ты обусловлен кармой. Что такое карма? Причина-следственная связь. Всё. Ты уже находишься в причина-следственной связи. Ты уже обусловлен. На протяжении сказано, что человек с 12 лет совершает действие, которое распространяется на его десятки воплощений. То есть уже когда тебе 14-12 лет, то есть почти совершеннолетний, уже карма твоя распространяется на 10 жизней. Ты кого-то послал на три буквы, только через 10 жизней тебе это окнулось. Поэтому когда у нас болезни, проблемы, какие-то случаи происходят, мы говорим, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Очень просто. Мы уже связаны с законами кармы. Поэтому писания говорят, законы кармы изучить невозможно. И самое смешное это психологи. Знаете, что они делают? Они знают, что причина-следственная связь, но психологи ищут их в этой жизни. Ой, его в детстве там уронили головой, упал, он стал Гитлером. Ничего подобного. Никто его не ронял головой в детстве. Он уже был Гитлером много жизней до этого. Он с детства был фюрером, присматривался. И только в одной жизни у меня получилось. Ну вот, шутка, но смысл состоит в том, что мы не сможем понять причины, почему мы родились там или иначе, почему у нас такие качества. Потому что мы, представляете, на протяжении миллиарда перевоплощений мы завязаны в клубках кармы. И ученые, они о чем говорят? Причина-следственная связь. Закон сохранения энергии. Правильно? Но они не до конца научные. Почему? Потому что если мы верим, что энергия сохраняется после того, как объект прекратил свое феноменальное существование, его энергия сохраняется, значит, энергия была кем-то прежде. Она же не может только, плюс же не может стать плюсом только с определенного момента. Плюс был плюсом всегда. И вот поэтому закон сохранения энергии говорит, что мы уже, как энергия, существовали в прежних воплощениях. Мы существовали всегда. И всегда будем существовать. Но поскольку мы энергия, душа, шакти, мы можем принимать разные формы. Поэтому веды говорят, тело подобно глиняному сосуду, глиняная чашка. Мы в каждой жизни обретаем ту или иную глиняную чашку в соответствии природам кармы. Почему? Потому что мы каждую в своей жизни бросаем в замес какую-то крупицу своих действий. Иногда мы совершаем позитивные дела и становимся небожителем. А иногда мы, когда мы становимся небожителем, мы гордимся и падаем вниз, деградируем. Поэтому самсара, колесо рождения и смерти. Не думайте, что мы всегда в аду или в раю. Мы все между адом и раем. Это как на своей жизни. Мы можем легко сказать. Мы совершаем и хорошие поступки, и плохие поступки. И это всегда как правило, из-за чего происходит наше падение и деградация. На драматурге объясняют всегда из-за гордыни. Достиг, перестал узнавать знакомых на улице, все, из этого начались проблемы. Стал великим и стал хамить всем. Пока не был великим, никому не хамил. Поэтому человек, он пребывает в этом колесе постоянных последствий своих поступков. Но мы возвращались с вами о нашей изначальной природе. Наша изначальная природа трансцендентна. Вот мы возьмем микрофон. Это феномен. Его потенциал это звук. А скажите, если я микрофоном буду забивать гвозди, что произойдет? Микрофон превратится во что? Молоток. И что произойдет с микрофоном? Он тратит свой потенциал, скорее всего. То есть он же микрофоном не будет. Это будет молоток. Он весистый. Но то же самое с душой. Душа по своей природе духовна. Она подобна воде. Какие качества воды? Течь. Душа духовна. Она способна переживать трансцендентное. Но когда душа попадает под воздействие внешней материальной иллюзии природы, майя, то что происходит с душой? То же самое что с водой. Когда в Киеве наступает декабрь, что происходит с водой? Она замерзает. Так? Поэтому мы знаем, что для того, чтобы душа, которая духовно по своей природе, но вдруг замерзла в результате майя, материи, вернуться в свое духовное состояние, ее нужно отморозить. Да? А с помощью чего душа отмораживается? с помощью солнца. Все очень просто. Там, где нет солнца, там холодно. Там, где есть солнце, там тепло. И вот веды объясняют очень простые вещи. Они говорят, либо ты находишься в замороженном состоянии, либо в отмороженном. Теперь давайте сравним эти два состояния. Потому что кто-то может спросить, а что, есть разница, что ли? Есть разница? Есть. Когда душа, будучи сад чейтананды, вечный, блаженный, что такое блаженное? Мы ищем счастье. Христос сказал, птицы не сеют, не сажают, им не нужно в этом мире стяжать какие-то объекты. И действительно, они так же любят, рожают детей, скворцов, строят какие-то себе маленькие хатхи из деревяшек. Особо такое экологическое строительство. Питаются червяками, нормально все, червяки сами к ним подползают. Но люди пытаются, они думают, что человек это тот, кто построил дом, посадил дерево. Это так, но это лишь часть. На самом деле человеком является тот, кто достиг самоосознания. Поэтому мудрецы всегда были заняты тем, что они строили дом своего сознания. И когда мы говорим о том, что такое наше тело физическое, то йога очень четко говорит, йога, это тело, это дом, дворец. И мы должны следить за своим домом, но мы должны использовать его по назначению. Многие занимаются йогой, это потому, что машина, которую ты постоянно моешь, чистишь, убираешь, но на ней не ездишь. Поэтому с помощью нашего тела, которое крайне редко, тело крайне редко достижимо, человеческое. Смотрите, сколько муравьев, птиц, насекомых выползает летом, но человеческое тело только есть у нас с вами. Это очень редко достижимо в результате кармы человеческое тело. Сказано, вот это человеческое тело, если мы им злоупотребляем, то мы получим в следующей жизни животное тело, потому что это машина, в которой мы пускаемся в удивительное путешествие самореализации, удивительное путешествие постижения самих себя. И это называется йога.